Всем привет! С вами Ольга Меликяна, канал Джим Стоунс. Исторический алмаз Хоупа массой 45 с небольшим карат не был бы таким притягательным, если бы не его цвет сапфирово-синий. Цвет алмаза обусловлен присутствием в его кристаллической решетке бора, что само по себе исключительное явление в природе. Сейчас камень огранен в огранку Кушон. Его размеры составляют 25 на 21 на 12 миллиметров. Даже особо не верящие в мистику удивятся череде событий, связанных с этим камнем. Алмаз Хоупа является частью более крупного алмаза в 115 карат, известного под названием голубой алмаз-тавернье. Камень во Францию для Людовика XIV привез господин Тавернье, известный путешественник и добыватель камней. До него алмаз был найден в индийских копиях Калура и инкрустирован в левый глаз статуи зловещей богини Ситы. По легенде, именно эта богиня с помощью алмаза корала всех временных владельцев этого алмаза. Первым в череде жертв стал сам Жан Батист. Несмотря на то, что сразу по прибытии он преподнес камень французскому королю Людовику XIV, проклятия избежать не удалось. Владея концу жизни огромным состоянием, тавернье закончил с торговлей, купил баронский титул, осел в Париже и полностью посвятил свою жизнь неспешному написанию мемуаров. Но в один прекрасный день он бросил все свои дела и приехал в Москву, где и умер в нищенском рубище под забором. В последствии наследникам даже не удалось установить место захоронения некогда состоятельного и влиятельного политика. Через семь месяцев после получения камня в собственность Людовик XIV, который пережил три войны и трех официальных наследников, получил травму на охоте и скончался. Людовик XV, который носил бриллиант в виде подвески, умер от оспы. Людовик XVI, королева Мария Антуанетта. Мы все знаем их судьбу и что с ними сделала революция. Есть версия, что алмаз в Европе, когда его привез в Таверне, был разделен на несколько частей. Одна часть впоследствии попала в перстень императрицы Марии Федоровны. И сейчас это одна из немногих ее вещей, хранящихся в алмазном фонде. А вот вторая, крупная часть 69 карат, была названа голубой француз и инкрустирована в золотой подвес. Кстати, с появлением камня многие связывают и начавшуюся во Франции в то время чуму. После исчезновения в пучине Великой Французской революции, камень всплывает у британского аристократа Филиппа Хоупа в 1839 году. Именно в честь него алмаз будет переименован в алмаз Хоупа. Через некоторое время Филипп Хоуп умирает по неизвестной причине, а через еще немного времени его дети разоряются. Если мы посмотрим на приключения алмаза Хоупа уже в 20 веке, то история не менее ошеломляющая. В 1910 году алмаз покупает компания Кортье за невероятные тогда 550 тысяч франков. Распустив кучу слухов о проклятом алмазе, Кортье продает алмаз за двойную цену дочери владельца издания Washington Post, Эвелин Олш Маклин. В ближайшие пять лет у Эвелин погибают сын и дочь. После ее смерти алмаз попадает в руки известного ювелира Гарри Винстона. Говорят, что он совершенно не верил во всю эту чертовщину и несколько раз устраивал алмазные балы, где бриллиант представлялся во всей красе. Однако по какой-то причине в 1958 году Гарри Винстон относит алмаз на почту и обычной посылкой отправляет его в Смитсоновский институт в Вашингтоне. 50-летний юбилей со дня передачи почтовой посылкой камня от ювелиров дома Гарри Винстона ювелиры попросили изменить оправу камню. Алмаз Хоупа был инкрустирован в бриллиантовое ожерелье из платины. Всего было использовано 340 бриллиантов общим весом в 60 карат. Может, все эти совпадения случайны, но на всякий случай в 2010 году компания Гарри Винстон пожертвовала 1 миллион долларов в фонд поддержки и развития наук по изучению минералов Смитсоновскому институту. Кстати, и прежнюю оправу зловещему камню вернули, и больше не случается череды несчастий у временных владельцев этого сокровища. Знание о драгоценных камнях дороже самих камней. Сейчас Алмаз Хоупа могут видеть все, лишь заплатив небольшую плату за билет в Смитсоновский музей. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам нравятся мои выпуски, благодарю за лайки. Крепкого вам здоровья, счастья и успехов. Давайте думать о прекрасном. Продолжение следует...